Добрый вечер в эфире Афонтово новости. Проект платных парковок решено закрыть. Какой может быть альтернатива? Как еще помочь Красноярску избавиться от пробок? Обсуждаем вместе с вами в прямом эфире Афонтово. А пока о других важных и интересных темах этого выпуска. Турецкий вирус. Было очень много нарушений санитарных норм. Что это такое и как не заразиться? Неправильная тактильная плитка. Вот здесь должна была плитка быть в шахматном порядке, уложенная, которую Кульбатстрой не выпускал. А правильную не производят и укладывать не умеют. Поглощать воду ливневкам помогает спецтехника. Почему новая канализация не справляется? Итак, проект платных парковок оказался нерентабельным и будет свернут. Об этом сегодня заявил директор компании Инфоком Дмитрий Вилков. Предприниматель обвиняет мэрию в том, что власти не помогли сделать проект рабочим и прибыльным. Инфоком не просто не смог заработать, но даже частично окупить затраты. Чтобы вернуть потраченные на него деньги, инвесторы пытаются продать проект. Хотя уже сейчас полагают, что желающие вряд ли найдутся. Более того, по словам Вилкова, отказался от парковок и город, хотя инвесторы предлагали забрать весь этот проект безвозмездно. Не исключено, что инвестор будет просто распродавать имущество по частям. Нет, 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 мы решили закрыть этот проект. В плане маневра мы сделали все, что могли в этом проекте. А вот в данной проекте есть две части. Одна часть наша – это сбор заходов. Вторая часть – это административная, это городская часть, это административные комиссии, это работа вот с того органа, который выписывает штрафы. Если этот орган не работает, бессмысленно собирать заходы. Никто не платит, если нет штрафов. Штрафов нету, вот из комиссии просто не работает по-простому. Вот это вообще смысл нам существовать. Добавлю, что инвестор проекта платных парковок сейчас находится в Москве и сворачивать проект начнет после 25 августа. В департаменте городского хозяйства новостям Афонтова подчеркнули, что проект платных парковок пока работает, а все спорные вопросы будут решаться в рабочем порядке. Между тем, общественники давно предрекали провал платным стоянкам. И вот что представитель Федерации автовладельцев России рассказал сегодня. Первый год работы, так называемого, этого проекта было понятно, что ничем хорошим он не кончится, потому что он экономически не выгоден и социально не обоснован. К сожалению, по этому поводу абсолютно мы не испытываем, потому что он отнимал много сил, времени, нервов у граждан и практически никакой пользы не приносил. В предвыборный год, я думаю, мэрия сейчас не рискнет заниматься этим проектом, потому что, как известно, в государственном случае они еще более худшие администраторы, чем частные, которым грозит какая-то прибыль, эти зарплаты вообще ничего делать не будут. Я думаю, что проект в будущем будет реанимирован с этим мэром, с этой администрацией или с другими, но абсолютно в других условиях. Напомню, проект платных парковок заработал в Красноярске 2 апреля 2015 года. Сейчас, по данным сайта инвесторов, в Красноярске 1422 платных места. Все они сосредоточены в центре города. Оставить машину можно с понедельника по пятницу с 8 часов утра и до 6 вечера. Один час стоянки автомобилисту обходится в 30 рублей. Добавлю, мэрия задумывала платные парковки как способ избавить город от пробок. За два года горожане и эксперты часто критиковали эту затею. Оплачивали стоянку единицы. Такая же ситуация со штрафами за неоплаченное паркоместо. Но в мэрии настаивают, скорость движения транспорта в центре увеличилась, а это самое главное. Что будет дальше, пока непонятно. А как вы считаете, нужно ли сохранять проект платных парковок? И если нет, то как решать проблему с пробками и дефицитом парковочных мест в центре? Эту тему предлагаем обсудить вместе с нами. Телефон прямого эфира 261-62-63. Звонки принимаем сразу после рекламы. И к другим темам. Температура под 40, сыпь и обезвоживание. С такими симптомами к врачам сейчас обращаются туристы, которые вернулись из Турции. Диагноз один. Люди заразились вирусом Коксаки. Чтобы подхватить его, достаточно искупаться в бассейне или поздороваться за руку с носителем. Олеся Рожкова знает, как не заразиться. И стоит ли опасаться тем, кто не выезжал из Красноярска. Эти кадры за сутки облетели интернет и социальные сети. Их сняла российская семья, которая отдыхает в Турции. Сразу у двоих маленьких детей поднялась температура и проявились красные пятна и волдыри. Они постоянно чешутся и не дают спать малышам. Оказалось, это проявление вируса Коксаки. И судя по отзывам туристов в интернете, зараза почти в каждом отеле. В отеле половина отдыхающих в очереди к врачу. Много заболевших детей. Управляющие отелем отрицают наличие инфекции. В больнице поставили диагноз Коксаки. Жуткая зараза. Заболевшим запрещают выходить из номеров, боятся, что распугают туристов. Всем угрожают тем, что выселят из отеля, если ослушаются. В туристических компаниях говорят, что различные вирусы на курортах Турции – обычное явление. В основном бактерии подстерегают туристов в бассейнах. Из-за обилия людей воду не успевают должным образом очистить. Для развития любых видов вирусов, в принципе, очень благоприятная среда. Во-первых, высокая температура. Во-вторых, огромное количество ископления людей. Практика ежегодная показывает, что постоянно бывает и даже в отелях очень высокого уровня различного рода вирусной инфекции. Полтора года жизни без российского туриста плохо сказались на Турции, уверена красноярка Ирина Болцуновская. Женщина три недели назад отдыхала в Турции и была поражена, как резко упал уровень сервиса. Лично в нашем отеле было очень много нарушений санитарных норм. Во-первых, был грязный бассейн. Возле бассейна, кафельная вот эта территория, она была очень грязная. Там босиком было очень неприятно ходить. Грязная была посуда в ресторане. И это идеальные условия для распространения коксаки. Говорят, инфекционисты против вируса нет вакцины. Врачи лечат только симптомы. В группе риска дети. Коксаки поражает сердце, печень при осложнениях вызывает менингит. Основные симптомы – повышенная температура, бялость, недомогание, интоксикация, головная боль, рвота, сыпь, конъюнктивит. При первых проявлениях стоит обратиться к врачу. Коксаки – незаморский вирус. Заболеть можно и в Красноярске. Чаще всего он водится в водоемах с состоячей водой. В прошлом году в нескольких водоемах Красноярского края как раз выделяли этот нотеравирус. Он явился источником для того, чтобы купающиеся, которые в это время, да, очень активно это делают, они заразились. В настоящее время где-то около 20 детей, которые лежат с этим заболеванием. При этом турецкие власти информацию о распространении вируса опровергают. Роспотребнадзор уже направил в Турцию запрос о вспышке вируса. Для пострадавших от болезни ведомство открыло горячую линию и выпустило памятку. Просят людей тщательно мыть руки и овощи. Олеся Рожкова, Олег Голубин, Афонтова новости. Разбирали пепелище и снесли на дворные постройки. Соседи сгоревшего дома на улице Ключевская, 63, остались без сараев. Их после пожара снесли рабочие. В сараях жители соседнего барака хранили дрова и разные вещи. Теперь все это большая груда мусора. Двухэтажный барак загорелся сегодня утром. Пожарные приехали оперативно, но дом успел выгореть. Жильцов давно расселили. Теперь в своей очереди на новые квартиры ждут жители соседних домов. Люди говорят, что видели, как их сарай начинают ломать, и сообщили рабочим, что там лежат личные вещи жильцов. Но это никого не остановило. Никто ничего не сказал. Соседка, которая ушла, она предупредила, что сараи эти нам нужны, мы ими пользуемся. Ее, собственно говоря, грубо послали, как она говорит. Ее грубо послали, не стали ничего слушать. Взяли и все это снесли под бульдозер. Кроме того, что там дрова, там еще и вещи у людей были. Люди готовятся к переезду, поэтому вещи свои посложили. Строительная компания, которая ведет расселение, от комментариев отказалась. В администрации города нам рассказали, что всех жильцов из бараков должны расселить в новые квартиры до 2020 года. На этом месте построят три современные многоэтажки. Четыре дома, которые официально вошли в проект РЗТ, вот 63-й по Ключевской, он расселен полностью. И все три дома, которые рядом с ним находятся, они в стадии расселения. По 65-му уже есть соглашение, заключенное инвестором, на приобретение квартиры, расселение граждан. Но все остальные дома в свое время получат также предложения какие-то уже конкретные. Потому что, возможно, местоположение будущего жилья для этих граждан, оно не изменится. Оно будет там же, на Ключевской. И предварительные переговоры с гражданами уже проведены. Вот эту тактильную плитку на Краснодарской 10 все-таки заменят. Правда, к такому решению подрядчик пришел не сразу. Сегодня экспертам по организации доступной среды пришлось долго объяснять, что сделано не так. Дело в том, что вот по этим тактильным дорожкам не сможет передвигаться ни один незрячий человек. Уложена она, по словам общественников, как попало. Ольга Хохлова с подробностями. Я не могу понять логику, почему она у вас прекратилась. Дорожка. Так, а это спуск. Ну, на спуск, как обычно, не укладывается. Не укладывается ни на спусках, не укладывается на пандусах. Эта тактильная плитка на Краснодарской 10 должна вести незрячих людей к магазинам, дорогам и прочим объектам. Но на углу она неожиданно заканчивается. После начинается снова. Вот только здесь слепого человека ждет сюрприз. Параллельные прямые превращаются в перпендикулярные и косые. Пройти здесь не сможет ни один слепой человек, уверяет эксперт по организации доступной среды Владимир Беляев. Он просто запутается в направлениях. Плитка, конечно же, не уложена так, как она должна быть уложена. Нарушений достаточно много. И эти тактильные указатели не информируют незрячих людей должным образом о препятствиях, о поворотах, о смене направлений и о входных группах. Вот такие диагональные рифы, по словам общественников, вообще недопустимы на улицах города. А здесь они на каждом повороте к магазину. Подрядчика эта компания Сиблидер парирует. Все делали согласно проекту, который прошел экспертизу работы. Стройнадзор принял. Согласно документу, диагональные линии указывают незрячему на поворот. А об изменении движения должна предупреждать плитка шахматная. Вот только незадача. Красноярский завод плитку с таким рисунком не выпускает. Вот и пришлось обходиться тем, что есть. Раньше вот здесь должна была плитка быть в шахматном порядке, уложенная, для того, чтобы, ну не вот эта конкретно, а той, которой нету, которую Кульбатстрой не выпускал. Поэтому решили положить такую, какая есть. Поэтому положили ее с тем, чтобы когда он сюда подходит, чтобы для него было предупреждение, что дальше что-то будет происходить. Работы эти подрядчик выполнил в 2016 году. Только к этому сроку уже изменились нормативные документы. И тактильная плитка должна быть уложена вот так. Достаточно лишь так называемого поля внимания. Это плитка с точками. Ступая на нее, человек сам определяет, куда двигаться дальше. Мы делали работу согласно проекту, который готовили до 2012 года. В 2012 году вступили в силу новые требования. И требования касались использования поворотной плитки. По новым требованиям ее не нужно использовать на всех узлах. А только там, где она указывает на пешеходный переход. Подрядчик уверяет, когда в октябре строители приступали к работам, никто не знал, что правила изменились. А ведь у этой же фирмы работы по укладке плитки может заказать и мэрия. Кто знает, сколько лет компания планирует разрабатывать проект. И через какое время подрядчик приступит к работам. Подрядчик обещает, что обязательно прислушается ко всем советам и замечаниям. И все неровности, которые есть на плитке, обязательно устранит. Вот только есть одна проблема. Сначала нужно переделать проект. Этот проект должен пройти вновь экспертизу. И только после этого подрядчик сможет приступить к работам. А это как минимум через две недели. Ольга Хохлова, Сергей Кашин, Дмитрий Яковлев, Афонтова. Новости. Между тем, общественники уверяют, перекладывать тактильные плитки подрядчики будут до тех пор, пока не выполнят все как положено и надлежащего качества. Срок службы дорожки для незрячих не менее трех лет. Однако не проходит и года, как плитка начинает крошиться. Она не выдерживает ни влаги, ни морозов. Дело в том, что плитку подрядчики заказывали в других городах. И только сейчас в качестве эксперимента ее производство запустили в Красноярске. У всех городов есть особенность, так как технологически плитка довольно-таки сложный объект, да, из-за своего рельефа, мелкого рельефа. То есть для каждого города, ну, то есть та плитка, которую у нас уложили, которая разрушилась, в других городах вполне стоит. То есть это особенности Красноярска. Это именно о материале, да, если мы говорим? Материале, технологии изготовления. Посмотрите, какой прекрасный способ борьбы с лужами. Это видео мы сняли на отремонтированном участке проспекта Мира. Ливневка в районе Краевого суда попросту не справилась с дождем. И сегодня строители пытались насильно загнать воду в канализацию при помощи спецтехники. Как видно, ливневка построена чуть выше уровня асфальта. Но даже Бобкэт не справился с водой. Как пояснили в департаменте горхозяйства, этот участок проспекта Мира еще не принят. Комиссия обязательно обратит внимание на бесполезную ливневку. Напомню, ремонт здесь ведет компания «Спецпромпроект». Эту ситуацию там пока не комментируют. Жители дачного массива поселка Усть-Мана не дождались обещанной калитки и сами сделали проход к реке вот таким способом. Просто выломали пролет забора, который полностью пригородил путь к воде. На прошлой неделе на берегу Маны вырос двухметровый забор. Он отрезал дачникам единственный путь к реке. Ограждение установили предприниматели, которые планируют построить здесь базу отдыха. Местные жители уже проводили стихийную акцию протеста. И тогда предприниматели пообещали сделать комфортный проход к реке для пассажиров «Зари» и для отдыхающих. Но калитки до сих пор не появились. В администрации Девногорска сообщили, что ведут переговоры с арендатором. А завтра кадастровый инженер выйдет на место и посмотрит, выходит ли огороженный участок за пределы арендованной земли. Сейчас жители собирают подписи под обращением к прокурору Девногорска, чтобы им сделали проход к реке. Я уже собрал практически около 300 подписей. Сегодня вечером мне привезут еще в Девногорске собрали, и здесь на Усмане. Если ничего не произойдет радикального, у нас остается безвыходное право. Я мобилизую всех стадоводов вот здесь. Мы выйдем, закроем дорогу. Посмотрите, какое разнообразие. Богатый ассортимент заборчиков обнаружил на набережной в районе Вантового моста наш оператор Алексей Егоров. Он насчитал как минимум пять разных вариаций, а в некоторых местах ограждения просто разрушены. Одни такие, одни вот такие, потом вот такие еще есть, потом серия вот таких. Сейчас мы видим, вот здесь еще вот такое вот. Добавлю, сейчас в городе идет масштабный ремонт дорог. На многих улицах устанавливают новые ограждения. А старые пролеты увозят туда, где ремонт не запланирован. Но ограждения по каким-то причинам разрушены. В администрации рассказали, ограждения в районе Вантового моста установили временно в целях безопасности. При реконструкции набережной все пролеты заменят на новые, выполненные в едином стиле. Проект платных парковок закроется в Красноярске после 25 августа. Об этом заявил инвестор. Тем не менее, городские власти говорили, что именно платные парковки помогут разгрузить улицы в центре. А как думаете вы, что еще можно сделать, чтобы избавить Красноярск от пробок? Готовы выслушать ваше мнение сразу после рекламы, то есть буквально через минуту. Вы смотрите новости о Фонтово. Мы продолжаем рассказывать о важных и интересных событиях этого дня. И уже готовы принимать звонки и вместе с вами обсуждать, чем заменить проект платных парковок, о закрытии которого объявил инвестор. Телефон прямого эфира 261-62-63. У нас есть первый звонок. Добрый вечер. Представьтесь. И каков ваш вариант? Чем заменить? Мы слушаем вас. Говорите. Алло. Да, да, да. Слушаем. Итак, чем можно заменить проект платных парковок, чтобы разгрузить город? Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Хотелось бы высказать насчет платной парковки. Это у меня неоднократно. Вообще-то я и предыдущий был. Ну и хотелось бы сказать вот такое. Я вот смотрю, и вообще-то плакать хочется. Не вы что, они поставили вот эту коробку, вложили 10 миллионов, говорит, и надо деньги вернуть. Какой ток? То, что, короче, они не сделали никаких парковок. А все парковки сделаны, короче, за счет администрации, в общем, наших денег, которые мы, короче, укладываем, оплатой за свои машины. Если бы они хотя бы снесли бы ряд домов и сделали платные парковки, может быть, уже какой-нибудь ток был бы, и вложенное как раз возвращалось бы. И непонятно, почему администрация всегда смотрит так с пальцами на эти все вещи. Это же наши деньги, а не чьи-нибудь. Они же не принесли же со стороны. Это мы деньги даем. Ну, пока это все-таки деньги инвесторов. Чем можно заменить этот проект? Как считаете? Ну, не знаю. Для того, чтобы, короче, этот проект сработал, надо пик мира вообще запретить. Чтобы, короче, ни одной машины там вообще не было. Никаких стоянок. Если позволяет, например, Ленина, выделить и одну полосу полностью на автостоянке. По всей длине Ленина. А мир должен быть вообще свободен. Если хотят, чтобы движение было такое интенсивное, которое, короче, движется равномерно, без всяких заторов. Так же и на маркса. В общем, вы считаете, что проект в платных парковках работал бы, если бы условия были просто жестче, да? И людям негде было бы парковаться, и еще бы их штрафовали, и брали бы с них оплату, и более жестко бы все работало. Спасибо вам за ваше мнение. И еще есть у нас один телефонный звонок. Добрый вечер. Представляйтесь и говорите, как вы считаете, если платные парковки закрыть, то чем можно заменить этот проект, чтобы освободить центр города от машин? Добрый вечер. Здравствуйте. Николай мне. Дело в том, что парковки платные поставили, но это не панацея. Во-первых, бесплатных парковок, допустим, возле того же кинотеатра «Луч» все забито. А парковка платная пустая практически стоит. Если делать пропорционально половину платной, половину бесплатной, может, был бы толк. Все автомобили ушли во дворы, и платные парковки не решают вопрос. А вот противоположная сторона, вот по улице Мира, там, где администрации, почему-то сделать бы там платную парковку для сотрудников администрации, а со стороны парка была бы бесплатная. Для людей. Интересно, как бы администрация бы реагировала на оплату? Все-таки чем можно заменить этот проект? Для оплаты работников-то обычных граждан ниже, чем у администрации. Чем заменить этот проект? Этот не сработал, говорят инвесторы, не работает он. Как еще, как вы считаете, можно бороться с пробками в центре города? Расширение дорог или одностороннее движение? Или одностороннее движение? По поводу Карла Марса и по улицам Ленина. Хорошо, спасибо вам большое за ваше мнение. Есть у нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер, представляйтесь и говорите, если платные парковки не работают, то что тогда поможет разгрузить центр от автомобилей? Я бы хотел это, насчет платной парковки напротив парка Горького, вот эту площадь перед Лениным. Это вообще нужно открыть и не делать там платную парковку. Вы посмотрите, все пусто, а машины все перекочевали на соседние улицы. И во дворы, да. Горького сейчас, где больница Горького начала, там все забито. А так они стояли на этой площади. Вот я против вот этого. В центре можно делать. Вы против платных парковок, я поняла. Но как считаете, что может заменить этот проект, чтобы автомобилей в центре было меньше? Хорошо, спасибо вам за ваше мнение. И пока мы продолжаем выпуск. Мобильный храм-палатку на набережной Енисея установили законно, ведь земля официально передана в пользование Красноярской епархии. О необходимости проведения служб на месте будущего собора наши телекомпании объяснили тем, что молитвы помогут возвести объект. Напомню, что передвижной храм будет работать на стрелке каждое воскресенье. Многодетные семьи не могут добраться до собственных домов. Власти выделили участки по краевому закону, но без дорог. В редакцию новостей Афонтова обратились жители улицы Возвышенная. По их словам, уже 6 лет никто не может сделать безопасный подъезд к жилью. Даже скорые и пожарные отказываются ехать к людям. В проблеме разбирался Антон Шевчук. Шутить тут язык не поворачивается. Уже 6 лет люди с улицы Возвышенная живут без дороги. Эту накатали автомобили, но ездить по ней невозможно, разве что на внедорожнике. А в дождь дорога превращается в кашу. Оставляешь машину кое-как, к соседям на травку заехал, к валу, кстати, в частности. Заезжаешь на травку, машину оставил, одеваешь галоши, резиновые сапоги и пошел. За руки детей тоже в галошах и пошли потихоньку. Уже не раз сюда отказывались ехать скорые, а пожарные уведомили в письме, что подъезд к домам невозможен. При этом земли выделяют под строительство домов для многодетных семей. В каждой по четверо, по пятеро детей. Некоторые семьи, пока строят жилье, вынуждены жить здесь. В 2013 году терпение у людей лопнуло, и они решили отсыпать дорогу за свой счет. Все работы встали в 70 тысяч рублей. К одним обратился, ко второму обратился в администрацию, сказали, извините, дорогие, но мы вам ничем помочь не можем. Спасибо. Были какие-то деньги на строительство, я эти деньги вложил около 70 или 80 тысяч. Занял КамАЗа, погрузчика, он приехал, подровнял. Все, мы год ездили. За все это время жители возвышенной написали целую кипу обращений от районных администраций до депутатов Госдумы. Но от отсюда, как под копирку, приходит один ответ. Для строительства дороги нужен проект. Стоит он немалых денег, и выделять их нецелесообразно и невыгодно ради десятка домов. Но парадокс в том, что из-за отсутствия дороги люди как раз и не хотят строить дома и бросают участки. Вот, например, люди получили участок, уже хотели строиться, поставили вот качей для своих детей. А потом поняли, как в таких условиях жить. И бросили все. И даже ни разу сюда и не вернулись. Я завозил себе вот этот сруб, я перематерился весь. Водители, извините меня за слова, просто не ехали, отказывались. Разворачивались внизу и просто съезжали. Вы сами, наверное, даже поднимались, когда внизу. Там отсыпано щебнем вроде как. Щебнем отсыпано, да? Да и то там машина, застревали. Просто такие, ну а как устроиться? Для того, чтобы получить землю по закону, семья должна быть зарегистрирована в книге учета многодетных граждан. На сегодняшний день там числится более 4 700 семей. За весь период действия закона многодетным предоставили 580 участков. С начала текущего года – 43. На территории города нашлось только 400 свободных, поэтому землю выдают в районах края – в Емельяновском, Березовском, Манском и других. Вся информация о свободных участках есть на сайте администрации. Тем не менее, в законе не сказано, что земля должна быть с инфраструктурой, поэтому ваш участок может быть и в болоте, или как у наших героев в чистом поле. В администрации говорят, что дорога так или иначе появится. Правда, неизвестно когда. Первое действие – надо все-таки письменно обратиться в департамент городского хозяйства. Департамент городского хозяйства доведет задание до управления дорог. Управление дорог определит стоимость ремонта этой дороги. Эту стоимость доведет обратная связь до департамента городского хозяйства. И при наличии финансирования выполнит эти работы. Если у них уже будут какие-то бумаги на руках и объяснения, что им кто-то сказал, что да, то ли сообразно это сделать, тогда мы можем вмешаться. А вот если денег нет, ну откуда они появятся, если там семь домов и очень дорогостоящий это будет проект. Пока что людям предлагают отсыпать дорогу за свой счет, но перед этим нужно получить разрешение на работы в департаменте городского хозяйства. Тем временем жители возвышенные уже подали заявление в краевую прокуратуру и намерены устроить акцию протеста, если проблема их не решится. Антон Шевчук, Катурат Баглая, Афонтова, новости. И мы готовы принять еще один звонок. Напоминаю, обсуждаем сегодня, что может стать альтернативой не сработавшему проекту платной парковки. Добрый вечер, представляйтесь и говорите ваш вариант. Говорите, мы вас слушаем. Какие-то сложности сегодня у нас с телефонной связью. Слушаем вас, говорите. Идем дальше. За откровение о методах работы фонда «Белка и Стрелка» бывшего сотрудника могут наказать. Прокуратура начала проверку в отношении Дениса Тирских. Накануне экс-водитель подрядчика по отлову бродячих животных рассказал, что лично травил собак, убивал дротиками с отравляющим веществом и отвозил к месту, где тела животных попросту сжигали. Добавлю, что благотворительную организацию, которая исполняла муниципальный контракт, также сейчас проверяют, но уже полицейские. Стражам порядка поступило два заявления. Как только будут известны итоги, мы обязательно расскажем в выпусках новостей. И мы все-таки хотим выслушать еще одного нашего телезрителя. Добрый вечер. Говорите, что думаете, как заменить проект платных парковок, если уж он не работает? Говорите, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вопрос лично к вам. Вы от места работы далеко живете? От места чего? От места работы вы живете далеко? Нет, в пешей доступности. И вы ходите пешком? Да. Ну, вы молодец. На самом деле, в большей степени надо бороться именно с теми, кто ездит 2-3 квартала до работы. А как с ними бороться? Как бороться? Допустим, вариантов несколько. Можно выписать в карточку проездной билет и под них выделить парковку, допустим, ту же, которая под мостом. По этой карточке, по проездному этому билету, частную машину, человек имеет право в сутки ставить машину туда. Карточка должна обеспечиваться предприятием, находящимся поблизости вот этой парковки. Это вариант. Это единственный вариант, или у вас есть другие? Вариант второй. А если мы вспомним советское время, то раньше были автобусы на предприятии, которые собирали народ. Все хорошее, с простого. То есть вы считаете, что этот опыт Советского Союза нужно вернуть? Ну, почему бы нет? Это было достаточно удобно. Хорошо. Вопрос, как сейчас уговорить работодателей завести автобус, оплачивать работу водителей. Но вариант хороший. У вас есть третий вариант? Ну, на самом деле, такие вопросы надо прорабатывать, не запрямующее предлагать. Ну, вот то, что в голову пришло. Спасибо вам большое. Ваши оба варианта, в принципе, и рабочие, и интересные. Возможно, их услышат городские власти, и что-то из этого попробуют применить на практике. Ну, а сейчас, как это принято сейчас говорить, мимимешная новость. Танцующих медведей сняли в заповеднике Столбы. Ролик размещен на официальном сайте заказника. На кадрах видно, как мать-медведица приседает и трется спиной о ствол дерева. Затем показывает, как это нужно делать своим медвежатам. На самом деле, медведи, конечно, не танцуют. Все куда прозаичнее. Так звери метят территорию. Семья косолапых попала в объектив фотоловушки. В Калтатском районе это буферная зона, вход в которую сейчас для посетителей закрыт. Специалисты предупреждают, в последнее время медведей стали видеть часто. Например, медведь-двухлетка иногда выходит на тропу в центральном районе заповедника. Около скал, чертов палец и дед. Туристов просят быть осторожнее. И это все новости на сегодня. Делитесь интересной информацией, присылайте фотографии и видео в любом из мессенджеров. Ну или звоните нам в редакцию по телефону 285-14-14. И, конечно же, следите за нашими страничками в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Смотрите Афонтова и хорошего вам вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok